да тапки моя дел идет с ванной маминых тапках давайте ножки с обложки на прям ножки запутываются давно поправить вот так все одевай одевай молодец учимся самостоятельности молодец разговаривать все надоело вот дети не дают маме отдыхать мне такая крепатура я вообще слежала бы хочу на массаж и его делала мне массаж не эти как расслабила от прибежал и гагон и меня сверху залезает голожопина эй мишка ты голожопый так компьютер не трогать увидела видел его помчал к ней бегом нет мы только вышли на улицу какой домой мы только вышли на улицу его какой купальник если на улице посмотри не жарко абсолютно а может быть купальник ушла ушла хочешь парк пойдем другой далеко я буду за коляской я ходила за коляской он съем это дошел прям бежит ко мне бегом по бегом бежит старается к маме миша 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 к маме пишет ой 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 бежит к вами на колясочку да вообще мы на улице у нас уже вечер я ничего не снимала на что я делала я и снимала другие видео интеграции рекламные то миша спал кому кушать туда-сюда муж пришел и все и в общем пошли на улицу с не суббота зал я не пойду в итоге муж устал что буду напрягать ладно завтра с утра схожу зал все равно еле хожу мне такая крепатура но это хорошо я люблю когда так когда крепатура не секрет опора на же занималась не гря пойдем на площадку подальше хочется пройтись прогуляться надоело не люблю все именно в одном то же месте мне прям бесит поэтому пойдем подальше прогуляемся что еще хотел сказать у нас в нюнберге всякие мероприятия проходит но без мужа я не могу в общем при этом старой машины парад старых машин я так могу сказать я не знаю как сказать это выставка старых машин вот эти всяких эксклюзивных я бы съездила с удовольствием может ой там столько людей и цветы и машины некуда поставить пробки ели до дому доехал то из-за этой выставки очень большие пробки нет ну ясно понятно вообще ладно куда мы там с детьми еще туда пойдем да детям то интереснее на площадку на прогулку на улице чем туда куда-то там ладно на улице хорошо у нас свежо какие-то комары мушки меня кусают лево прямо если мы пойдем через парк и шита когда парк проходим уже воет что надо в парк такая погода эти тучки это такие тучки не дождевые вчера был дождик сегодня все же себя хорошо говорят у нас Все, пришли. Каждую площадку проезжали, он каждую площадку орал. Ева уже у нас ускакала. Здесь уже были мы. Я не помню, снимала, не снимала. Вроде не снимала. Это новая была, старая. Сделали. За год сделали хорошую очень. Прям надо было ему сюда, по бревнушку. Эй, Миша, прыг. Это не прыг, туда нельзя. Хочет в сетку. Миша, эй, прыг. Ну, сходи за игрушками, а то Мишка сейчас уже чужие начнет таскать. Иди за игрушками, Ева, пока нет. Сейчас будут другие детки ругаться. Эй, кто в домике? Ну, она. Миша. Миша в домике. Суп попробуй. Горячий? Ммм, горячий, да. Но очень вкусный. Молодец, у Мишка. Эй. Так слезай. Забрался, сидит мама. Давай слезай сам. Вот. Там мало места слезать. Ой, сейчас упадет. Нет? Вот, все в порядке. Молодец. Все хорошо. Выползай. Давай. Сюда, Миша. Только что насыпал. Сюда. Хочешь залезть, но так не получится у тебя. Смешной. Что делать сейчас будет? Сейчас заесть, туда насыпет. Мы не ищем легких путей. Половина просыпал. Ну, давай, береза. Му-му. Что, тебе приходится заново, да? Самостоятельный мальчик. Мы уже наигрались. Лоха себя мальчик чувствует. Я не знаю, что это такое. В общем, здесь столы и стулья. Такие. И... Ага, тут книжку можно взять. Здесь выбрать, видите? Шкафчик. Не было раньше. Что-то новое. Такое непонятное сооружение. По типу этого, знаете, умвельт, как сохранение окружающей среды. В общем, такого. Ну, прикольно. Классно. Не в настроении. Наш мальчик что-то сегодня совсем. Прямо что... И вчера твой же вообще какой-то он у меня не в настроении. Последнее время кушает плохо очень. Не знаю, что такое с ним. Погуляли, и все. И плак, все, и на руки бросится. И все. Говорю, в коляску пошли. Все, пошли в коляску. Маша всем пока. Типа, увози меня отсюда. Не знаю, что такое. Ну, часик погуляли мы там. Ева хочет дальше гулять. Ну, сейчас, может быть, в наш парк пойдем зайдем. Там посмотрим, что там. Пришли с этим истеричкой на футбольное поле. Ну, ему свой мяч, свой мяч его не интересует. Он там парней мяч уже забил. Не знаю, заберут, не заберут у него. Ара! Как этот. Ну, здесь хорошо на коляске. Здесь пятиточечная, да? Система пристегивания. Если я его пристегиваю только вот так вот, то он вылезает. Если я его на все ремни, то все. Он здесь руки вытащит. Дальше он не может вылезти. Очень удобно. Так хоть орися, хоть заорись, но... Но не вылезти тебе, Михаил. Понятно? Куда пошел? Нельзя. Нельзя, мама не разрешает. Хочет уже идти туда на кольцо. Юный баскетболист. Эй! Мишка отжал мячик у парня. Они поиграли чуть-чуть. И все, он опять забрал у них. Ну, они молодцы такие. Пусть и поиграют. А людей в парке много, кстати. Ну, вечер, все гуляют. И... Ты мне даешь? Ну, давай, пинай. Ножкой давай. Ножкой. Давай ножкой пинай. Всем доброе утро. Я с утра уже на спортике. На следующий день птички поют. Утро 10. Я пошла в спортзал. Пошла в спортзал. Еще немного дел сегодня. Надо покушать, приготовить. Хотя воскресенье. Но я вчера не готовила. Вчера гуляла. С детьми. Ну, как не готовила? Все равно готовила. Чуть-чуть готовила. Вот. А нужно сегодня такое там. Ну, посмотрим. И... Видео там помонтировать. Как всегда, все в делах, все в заботах. Я не знаю. Мне не хватает времени в сутках. Я не успеваю ничего делать. Я с утра встала, и все, и не присела. Я, если на улицу, верно, не выходила. Вчера вот до того, как выйти на улицу, я по дому находила пять тысяч шагов. У нас квартирка-то, да, малюсенькая. Где я там успеваю находить пять тысяч шагов, я не знаю. Но трындец. И я, конечно, вечером ложусь спать вот так вот все. Спать хочу, не могу. Вчера до ночи, я счастливее не выспалась. До часу ночи красила ногти на ногах, наконец-то. На ногах сделала, осталось на руках. На руках, конечно, посложнее, потому что там гель. Туда-сюда, блин. Иди взять время вечером это делать, когда Мишка спит. Но вчера пока вечером делала ноги на ногах. Три раза бегала к нему. Спит так плохо. Не знаю, что у него опять началось. Плохо кушает, плохо спит. Опять какая-то фаза там, не знаю чего. Вот. И, в общем, на ногах сделала. Ну, так. Не очень мне понравился этот гель. Потом покажу. До часу ночи. И сегодня в 7 утра он у меня уже проснулся. Я говорю, ну, надо спать, надо спать. Я такая, знаете, утра разбитая была. Потом все сразу встали. Всем завтрак приготовь. Все ж я, все ж я. Никто ж не поможет. Вот. И пошла я спортивала поднимать себе настроение. И набираться сил и энергии на весь день. Еще хочу потом вечером после снабичкиного пойти с детьми в парк. Дальний штат парк. Я люблю этот парк. Раньше с Тиевой все время ходили туда. Вот. Это далеко. Ну, как далеко. Не рядом с домом. В общем, покажу. Пойдем туда прогуляемся. Надеюсь, дождя не будет. На улице паспортно. Но дождя не обещали. Так, хорошо, комфортненько. У меня рука уже стекла. Много раз видела этот лайфхот. Пожаренный пергамент сюда не будет здесь. Ничего грызгаться. И сковорода чистая. И забывала. Вот недавно опять пили, или одну минуту. Надо здесь попробовать. И снизу ничего не прыгается. Жарится. Замечательно. Прямо мне нравится. Потому что каждый раз цвета живут. Сковорода чистая такая. Ну, это значит, с жиром. Для него можно пожарить и рисик у нас тут. Покажу, что на обед я ничего не готовила. Просто у меня здесь брокколи, помидорка, рисик и рыбку. Я себе пожарила. Что-то не лежит душа готовить. Летом что-то вообще ничего не хочется готовить. Все, мы на улице. Но в парк мы не пойдем. Почему не пойдем? Потому что я поздно вышла в 5 часов. Я думала, что Ева не пойдет. Она тут играла с девчонками. Я думала, что она не пойдет. А мы сейчас вышли. Она говорит, пошли. Я говорю, ну ладно, пошли. В итоге она говорит, нет, не пойдем. В 105 неделю, завтра мы пойдем. Сейчас погуляем чуть-чуть. И сегодня купаться, в принципе. К этому стирку поставила. Стирать одежду. На ночь глядя, да? Делок сейчас столько много. Подальше дела переделать, не знаю. Покажи свой этот. Федикюр, который я вчера делала в ночи. В общем, этот гель-лак. Он на картинке более голубой. А так вот два слоя. Он такой, видите, бледный-бледно-голубой. В принципе, неплохо, но все равно. Я думала, что он будет прям голубенький. А он нет. Нифига не голубенький. Ну ладно уже. И он слишком густой был. В ночи мне было очень тяжело его, конечно, себе это. Ну, в принципе, знаете, так, сдалека. Сдалека нормально. Свежо и свежо. Потянет. В общем, мы дома. Я тут на ночь глядя решила приготовить. Приготовить я хочу запеканку творожную. В общем, что у меня тут? Два с половиной яблока. Два яйца. Йогурт такой простой. Творог. Сколько тут? 350 грамм. И что? А, еще разрыхлитель нужно добавить. Разрыхлитель. Чайную ложечку добавлю. Я так все на глаз. И у меня есть кокосовая мука. Она такая, знаете, не сильно. Она липкая. А для запеканки, я думаю, самое то. Сейчас яблочко, я не знаю, скорее всего, его сейчас натру. По-быстрому натру. Все смешаем и в духовку. Собственно, что получилось. Добавила еще одно яйцо для склейкости, да. Потому что, как я и сказала, да, кокосовая мука, она такая, знаете, рыхлая. Она больше для вкуса. Запеканки для вкуса. Я и так утрамбовала. И посмотрим, что получится. Кушать-то мы будем завтра. Но сегодня мы приготовим. Сейчас я поставлю в духовку. На сколько? На 180 градусов у меня духовочка. И поставлю я ее сначала на 30 минут. А потом, наверное, еще на 10 и выключу. Ну, потом скажу, как прошло. Соскучилась, в принципе, я по такой готовке. Но сейчас такая жара. Вот готовить реально не хочется. Вообще ничего не хочется. Не хочется стоять у плиты. И вообще не хочется готовить. Я не знаю почему, но я разленилась готовить. Какая-то ленивая стала. Знаете, по-быстрому что-то приготовлю. На один раз, допустим. И все. И не знаю, никак не заставить. Хотя в голове столько рецептов. Все время листаю. В закладках у меня столько там всякого всего. Но вот не хочу и все. Не хочу и все. Сейчас вы видели, да? Я ходила. Пробочку берете. На три части делите. И потом вставляете сюда. Деван. Рот должен быть расслабленный. И... И ходите. Губы тоже должны быть расслаблены. Все расслаблено. Когда пробка во рту, то вы все расслабляете. Мышцы думаете о расслаблении лица. И за счет этого губки такие, знаете, припухлые становятся. Вот тут вот как не заворачивается губа, да? А расслабляется губа. Расслабляется наша челюсть. И губочки такой эффект этих подкачанных губ, да? Я так вставляю и там хожу, делами занимаюсь, там, туда-сюда. Кстати, этот тренажер тоже хожу с этим тренажером, который на ТЭМ заказала. Но я не могу к нему еще привыкнуть. Я... Мне сразу слюноотделение такое сильное. А поначалу вообще рвотный рефлекс был. Ну, потому что, наверное, скорее всего, из-за этого отверстия все время хочется дышать через рот, а нужно дышать через нос. Но очень хорошо, вот я прям когда вот с этой штукой хожу, да? С ней очень хорошо делать упражнения на скулы, на глаза. Вот эта вот часть расслабляется, вы не напрягайте, вы чисто работаете вот скулы, чисто глаза, там, туда-сюда. А так, такая тоже интересная штучка. Пробка винная, она поменьше, а это такая побольше. В общем, это была минутка этого... Бьюти. Минутка бьюти. Вообще, я хотела сказать про другое, но я уже забыла про что. Мне надо как-то Елу забрать с улицы, мы же на работе. А их нужно купать, Мишка уже как бы спать хочет сидеть там. Я уже Еве рыбку пожарила. Кстати. Рыбку тоже пожарила на вот этой, на бумажке. И так классно. Видите, все чистенько у меня. Изумительно, бумажка под достойшую сковородку тоже чистая. Мне очень понравилось. Буду теперь жарить вот теперь вот эти вот все вот то, что я им жарю, вот только на бумажках. Готова запеканка. Готовилась она у меня сначала 30 минут, и потом еще 18. И все, я потом выключила, и она у меня стояла в этом, в плите. На самом деле она такая желтенькая. Отсвечивает как-то странно. Вот стояла. Пока я там детей купала, туда-сюда, я отщипнула кусочек. Очень вкусный. Хотя сахара здесь нет, но за счет яблока, она такая сладкая, и за счет этой муки, кокосовой, пахнет кокосом, кстати, на весь дом. Она такая, знаете, интересная. Но сегодня мы уже разрезать не будем, разрезать будем уже в следующем влоге. Ну вот. На ночь под крышечку и холодильник. Сейчас хочу ответить на один вопрос, и буду уже заканчивать это видео. В общем, Ирина, добрый день. Расскажите, пожалуйста, сходятся ли ваши с мужем взгляды на воспитание детей? Есть ли какие-то моменты, что вы запрещаете, папа разрешает, или наоборот, как вы ходите из таких ситуаций, бывают ли ссоры на этой почве? По поводу воспитания детей. Воспитанием детей занимаюсь я. Папа у нас не занимается воспитанием детей особо-таки. В основном он с ними играет. А у нас плохой полицейский в доме мама, а папа у нас хороший полицейский. Вот так вот. Но папа тоже иногда и может там свою точку зрения высказать, да, и поругать. Когда Ева там что-то там сделала, или что-то как-то плохо разговаривает, допустим. Вот. А так в основном, конечно же, я, потому что основную часть времени провожу с детьми я, а муж, он, знаете, постольку-поскольку. Когда он там дома остаётся, допустим, с детьми, когда я там в зал ушла, ну что это два часа, что это два часа, он там воспитанием детьми занимается, нет? Поиграет. И даже когда после работы придёт, он там играет. В основном я. Но как получается, если мне не нравится, что это какое-то поведение. Ну, у Миши, какое у Миши воспитание, да? У Миши сейчас воспитанием-то особо-то мы не занимаемся, но где-то там нельзя, где-то там говорим. В основном сейчас у нас посыл на Еву, потому что у Евы сейчас такой возраст, что она познаёт мир, и там нужно глаз да глаз. И Ева у нас общается с девочками, которые постарше, там 9-10 лет, и она от них берёт. А там девчонки уже и в телефонах, и уже они там немножечко по-другому, тут уже развивается, половое воспитание, развитие туда-сюда. И она как бы такая там, сама ещё малышка, но хочет подражать. Я как бы пресекаю эти моменты, говорю папе где-то что-то, поговорю с Евой, допустим, если она там меня не слушается, там как-то со мной плохо разговаривает, я ей говорю. Я ему говорю, папа, так, разберись, почему Ева на маму так говорит нехорошо, ну как в плане нехорошо говорит, она повышает тон, допустим, да, и с такой там, как, не знаю даже, как объяснить-то. Ну как бы она выражает свои эмоции, да, и на меня может там прикрикнуть, или что-то там, типа я не хочу там комнату свою убирать, или ещё что-то как бы. У неё нет такого, что она без конца там что-то ходит убирать, но иногда у меня уже накипит, да, и тогда я уже всё, говорю, так, пошла быстро убралась из своей игрушки, иначе говорю, сейчас выкину всё, выкину. Она сразу, и Мишкина тоже, но у неё ещё ревность присутствует. К Мише, конечно, у нас тоже ещё вот эта вот борьба вечная, да, с ревностью. Вот, а так, на фоне воспитания у нас с ним нет, как бы таких этих конфликтов, да, больше конфликтов было, ну это с Евой у меня было, с Мишей сейчас такого нет, но с Евой было, когда Ева была маленькая, папа закармливал её сладкими шоколадами, я была против у Евы, как аллергии, наверное, на шоколад, или что-то такое было, да, у неё прям вот ушки чесались, до крови я заклеивала пластырями, и даже ушки, чтобы она их не расчесывала в кровь. Такая у неё была реакция на шоколад. Ну какой он покупал ей шоколад? Ну, он покупал, ну, киндеры, знаете, вот это вот всё, ну, химозу эту без конца, до сих пор покупает. Но я как бы всё время, ну, сейчас уже не так, не всяких количеств, как раньше. Почему он это делал? Знаете, как бабка старая. Он же с нами не жил, и мы приехали, Еве было год и шесть как раз в Германию, а до этого он её видел постольку-поскольку, да, всё время в разъездах, так у нас сложилось. Жить уже полноценно, мы стали вот здесь вместе в Германии, в год и шесть, здесь у нас соединилась семья, поэтому мы сюда, собственно, и переехали в Германию. И он, я не знаю, знаете, как бабульки такие, подсовывая детям сладости, и он, видно, хотел, как-то свою любовь проявлял вот этим, вот без конца, и с работы приносил то шоколадку, за ушком достаёт, до сих пор достаёт, да, наверное, обращали внимание в видео, но уже не так, не так, как раньше, а раньше каждый день что-то доприносил, доставал за ушком там ей, то киндер, яйцо, то ещё что-то, то ещё что-то, а она это ни разу не ела, и у неё прям вот такое, знаете, на это сладкое прям, как она прям, как озверела, прям вот сладости, шоколад ей надо было, вот, и аллергия у неё была, я с ним ругалась по этому поводу, потому что, что это такой, испортил мне ребёнка, у меня ребёнок не ел до полутора лет сладости, максимум, что он ел там, ела она там мороженое, могла там дать лизнуть, да, так, что такое с конфетой, она вообще не знала, ей во дворе дали тут конфетку в Германии, и она на неё смотрит, конфетка в фантике, не понимает, что с ней делать, я говорю, она не знает, что это конфеты, вот так вот, вот на этом фоне у нас с ним была ругань, ну, не такая прям, что вот сейчас мы там передрались там все, да, но я ругалась с ним, ругала папу, да, и как вы выходите из таких ситуаций, у нас нет таких ситуаций, по поводу воспитания, у нас нет таких ситуаций, воспитанием занимается мама, он полностью мне доверяет, и что-то, если мне не нравится, я ему говорю, что вот, иди поговори с Евой, как папа, да, папа с дочкой, там, авторитет туда-сюда, потому что у Евы, как бы, знаете, она больше папу слушает, чем маму, мама, знаете, она как-то сказала, разрешит планшет, но потом я знаю, что она меня разрешит, или мама меня не пустит гулять, но потом я знаю, что она меня пустит, а если папа не пускает гулять, то значит папа не пускает, а, ну еще как у нас получается, если мама наказала, мама сказала, все, Евы гулять не идет, Евы, вот он тут и ты, на этом подбежит к папе, папа, а там можно я на, типа, иди спрашивай у мамы, если мама разрешила, значит, мама разрешила, нет, значит, нет, все, табу, вот так вот, Вот ссор на этой почве нет, не бывает. На этой почве ссор у нас не бывает. У нас конфликт на другой почве, но это лично, поэтому это рассказывать я не буду. Так что, собственно, всё. Но хотелось бы, конечно, чтобы папа у нас тоже больше участвовал в воспитании, чтобы не было такого, что мама такая ходит, рычит, да, всё время, а папа такой весь хороший. Ну, вот папа выбрал такую позицию, он там издалека там, он такой весь хороший, а мама такая там, так, ну-ка, сделали это, сделали то. Собственно, вот. Ладно, это видео буду заканчивать. Оно было такое коротенькое, наверное, получится. Мне-то кажется, коротенькое. Ну, не было времени мне снимать, я была занята, но, в общем, ладно. Всем огромное спасибо, что посмотрели это видео до конца. Как обычно, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Чао. Пока-пока. Пока-пока.